всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео я хотел бы поговорить о том как выбрать себе звуковой интерфейс или звуковую карту на что нужно обращать внимание то есть опять же для тех кто только-только начинает свои первые шаги в звуке вообще в мире музыкальном и в мире вот создание музыки на компьютере это очень важный вопрос это такой обскал один из самых первых вопросов которые идут сразу после там покупки или после апгрейда компьютера под вот эту будущую деятельность и собственно давайте поговорим я здесь выписал 7 таких основных пунктов на которые стоит обращать внимание они выставлены в таком обычном порядке то есть без какого-то без важности то что это важно это неважно то есть они все одной важности и все требуют рассмотрения я уже записывал предыдущем видео говорил точнее о том кому что какое что понадобится именно то есть ну зависит от того чем вы хотите заниматься что вам больше понадобится вам меньше понадобится здесь я просто рассмотрю скажем так в общих чертах касаемо ну не касаясь конкретно вас то есть вашей дальнейшей деятельности музыкальной просто в целом на что обращать внимание к выбираете интерфейс ну помимо соответственно конечно же цены и качества первое это количество входов то есть надо понять что вы планируете с карты делать если вы планируете там перезаписывать только вокалку нити один записывать там гитару иногда или вообще ничего не записывать то вам количество входов для вас вообще не интересно то есть количество входов вот опять же если ввести просто звуковой карты внешне звуковой карты есть абсолютно разные есть прям такие полу бытовые но я таки не советовал покупать то есть есть вот фокус райт например есть бэринджеров ски например карты то есть это такой начальный уровень это не продвинутые карты у них цена цена соответствующие но в принципе их достаточным для того чтобы начать то есть для того чтобы пользоваться уже какими-то моментами звуковыми то есть вот карты чисто прям созданы для записи гитары для записи вокала настроенные они достаточно бюджетные у них более менее качественная схемотехника то есть конечно же там не что-то супер крутое стоит никита ламповые преампы но этого достаточно то есть качество конечно тоже важно но как я неоднократно говорил сейчас принципе все производители находятся на такой нижней уровне планки качества которые сам по себе уже достаточно приемлемо то есть нет такого что что-то прям ужасная жесть скажем так но опять же это касается именно брендовых вещей то есть но не брендовых а знакомых брендов то есть фокус райт беринджер м аудио то есть принципе это карты особенно от модели модельный фокус райт scarlet которых я неоднократно говорю при 2 и 2 или 2 и 4 они отличаются количеством входов но по функционалу они такие достаточно базовые очень принципе хорошие карты для приобретения здесь есть всякие такие вот это я бы не назвал звуковой карты такой такой звуковой интерфейс просто чтобы там подключать какие-то дополнительные устройства но лучше все-таки брать что такое более расширенный с микрофонными входами далее у нас количество выходов здесь тоже самое то есть выхода бывает разное бывает просто выходы тюльпановые то есть вы можете подключиться только тюльпанами а если у вас какие-нибудь хорошие планируете покупать мониторы там входы всегда либо xlr либо джеки либо и то и то вот соответственно тюльпановые входы но вам придется это провода паять заказывать ну и это не очень хорошо слушать все-таки чтобы был выходы линейные то есть джековые то есть на это же а количество это уже зависит от опять же ваших нужд то есть по умолчанию обычно один выход есть но если вы планируете работать с какими-то другими музыкантами на вашу звуковой карте вы будете кого-то записывать или с кем-то работать то советую вам иметь два стерео выхода тоже касается например живых работ если вы планируете звуковую карту использовать в концертной деятельности обязательно наличие двух стереовыходов то есть это четыре моноканала для чего это нужно это нужно для того что вы могли один сигнал отправлять на один выход другой на другой барабанщику может отправить метроном а там в зал отправить звук без метроном например если взять мой интерфейс у меня вот видно что здесь а вот тут у меня есть аж 8 выходов с моей звуковой карты то есть 12 это по умолчанию базовый 34 дополнительно 56 дополнительно 78 пусть я могу отправлять лоджики какие-то конкретные дорожки и сигналы на вот эту вот эти дополнительные выходы потому что у меня ну карта позволяет это делать ее можно использовать там для записи на студии и так далее также есть карты с расширениями то есть адат вход оптический то есть вы можете купить потом со времени быть внешний преамп просто на 8 каналов и подключить по оптическому кабелю карте у вас будет расширена до там большего числа входных каналов то есть это вот количество входов и выходов думает понятно далее наличие отсутствие встроенного мониторинга также есть я уже об этом тоже упоминал неоднократно в разных видео в общем есть карты у которых есть встроенный мониторинг то что это значит означает что мониторинг на наушнике подается непосредственно со звуковой карты то есть даже если вы отключите карту от компьютера вы будете слышать себя ну пока она подключена к сети вы будете слышать себя с со входа этой карты то есть вы подключаете микрофон например что-то говорите в микрофон слышишься в наушниках подключенных в эту же карту это говорит о том что есть директ мониторинг это есть не у всех карт то есть есть карту которых нет этой функции то есть вы можете послушать себя только через компьютер то есть сигнал приходит с карты в компьютер в лоджик идти в лоджике вот через мониторинг мониторинг есть в лоджике то есть функции input мониторинга она в настройках для тех кто не знает здесь настройках аудио есть включение software мониторинга здесь то есть если включить и нажать готовность записи либо input мониторинг вы будете слышать себя через лоджик это нужно тех случаях когда вы хотите какие-то эффекты например использовать то есть даже в моем случае у меня есть мониторинг с карты я использую периодически софтвар мониторинг именно в тех случаях когда хочу услышать какую-то обработку вставленную в лоджике то есть например если я записываю гитару в линию я здесь ставлю какие-то плагины например какой нить дизайнер я хочу услышать звук своей гитары с обработкой вот на этом вам дизайнер то есть не постфактум как это когда я записал а именно в момент записи тогда мне нужен input мониторинг но в таком случае я выключаю мониторинг на своей карте у меня вопрос двойного сигнала потому что если у вас включен input мониторинг на карте и вы включите мониторинг software мониторинг в секвенсере то вас бы просто двойной сигнал двойной звук и он скорее все будет с таким неприятным фленджером звучать таким эффектом таким не очень естественным то есть это тоже очень важный момент кто нужно обращать внимание я лично всегда советую покупать карту со стройным мониторингом потому что она бывает решает множество проблем например если вы записываете что-то в перегруженный проект и попробуйте там включить софтвар мониторинг то у вас просто будет адская задержка вы не сможете что-то спеть не сможет что-то сыграть в реальном времени с такой задержкой то есть это ну неподходящий момент неподходящая вещь а если у вас есть input мониторинг то есть непосредственно карты директ мониторинг точнее то вы независимости от того в какой бы сложный проект вы не писали свою партию вы будете слышать с карты то еще до попадения звука в компьютер таким образом вам вообще все равно что происходит в компьютере что происходит секвенсоре вы слышите себя без каких-либо задержек то есть это тоже очень важный момент далее наличие отдельной контрольной панели для карты дело в том что некоторые карты идут с дополнительными драйверами и программами специальными например вот моя карта у меня есть такой сафар микс control для карточка фокус райт сафаир 24 продажи спиела нож такая достаточно старенькая но работает до сих пор очень хорошо здесь чем преимущество этого это опять же больше подходит для тех кто работает и планирует работать записью инструментов кто планирует работать с каким-то сложным сведением то здесь есть возможность перенастроить входы ваши карты то есть вы можете один вход отправить другой то здесь например у меня есть роутер я могу отправить что у меня идет на третий выход например и 4 моей карты то есть я могу делать здесь reamping например то есть я могу прям из секвенсора вот прям брать до 3 или 6 канал брать из секвенсора то есть в данном случае из лоджика им тот регион которыми находится на этом канале отправлять например как на внешнее оборудование например там на усилитель то есть такие карты вот нужны именно для уже таких скажем продвинутых пользователей кто хочет много функций выполнять со своим звуковым устройством то есть я записываю вокал я бывает записываю барабан и выезжаю на студии то есть у меня вот есть аддат расширитель вместе внешне отдать преамп то есть я подключаю по оптическому кабелю карте внешне прям по и могу писать одновременно 12 каналов то есть меня в карте 4 канала и еще дополнительно могу 8 сделать по дату то есть очень удобно все это можно строить и вот наличие такой контрольной панели к вашей карте она позволяет вот работать более гибко потому что другая часть звуковых карт они как правило идут без панели они если вы работаете на системе mac то они автоматически маком определяются как аудио устройство и работают через маковские драйверы то есть никаких таких панелей там вы не увидите максимум что вы сможете настроить это в настройках самой системы звук вот либо в лоджике просто сами устройства выбрать но настроить как-то четко и какую-то маршрутизацию сделать на самом аудио интерфейсе вас не получится потому что ну нет такой просто функции то есть это тоже нужно спросить но если есть такая панель нужно обязательно уточнить зайти на сайт производителя этой карты и посмотреть обновлялись ли драйвера для новых мак и и подходит ли они потому что есть до сих пор на рынке продаются карты которые были выпущены там еще в одиннадцатом в двенадцатом годах и их уже производство давно закончилось и эти карточки уже не поддерживаются на сайте вы даже так прям сразу не найдете для них драйверов только в каких-то архивах и эти драйвер просто могут не встать на современный мако с какой нибудь там последний или предпоследний то есть вы попробуйте поставить вам напишут ошибку что эти драйвера не поддерживаются такой может быть это будет очень неприятно что ваш карта будет просто неиспользуем а на этой системе то есть либо он придется какой-то откатываться на какой-то старый старую систему на старый mac но тогда уже будут проблемы с секвенсором то есть последняя версия logic уже не встанет на старые какие-то версии мака и так далее то есть очень много этих проблем тоже нужно лучше перед покупкой выясните для себя определить следующий пункт это наличие встроенных эффектов это не обязательно но бывает очень полезно опять же в том случае когда у нас перегруженный проект я хочу точнее вокалист который я записываю хочет слышать себя с какими-то эффектами как правило реверберации либо там делай но часть собирается конечно же потому что вокалистом когда они поют наушниках им очень некомфортно они не привыкли слышать себя вот так вот скажем так у себя в голове они привыкли слышать себя через какое-то помещение чисто пространство поэтому вокалист всегда просит добавлять хотя бы чуть-чуть ревера им наушники чтобы им было просто комфортнее петь и управлять голосом вот поэтому у меня например в карте тоже есть эта функция то есть у меня есть ревер вот здесь есть посыл на ревер он всегда работает здесь его настройки но его можно включить выключить и я на него по умолчанию меня отправлен на максимум не отправлен миг это вход к доме я подключаю микрофон для записи вокала и здесь я просто этот return с ревера могу либо делать громче либо тише и слушать то есть опять же этот микшер который здесь видите это именно микшер этого директ мониторинга то есть это микшер внутри моей звуковой карты даже если я отключу карту от компьютера но естественно эта панель и работать перестанет потому что она запущена на компьютере но вот эти все настройки которые здесь будут они будут также продолжать действовать на самой карте то есть карта поддерживает такой независимую работу то есть ее можно просто использовать как такой не знаю такой коннектор в полевых условиях то есть вы можете на компьютере один раз настроить баланс отключить выключить включить день там не знаю в поле к ней подключить напрямую усилитель и играть через эту карту, как через микшер. Но просто без возможности его подстроить. То есть вот такой вариант. То есть она может выступать как такой некий цифровой мини-микшер. То есть это вот возможность, например, моей карты. Ну и не только моей, много таких карт, более современных, от той же фирмы Focusrite, например, или от других фирм, которые поддерживают тоже вот такие контрольные панели и такие возможности. И тоже касается и эффектов. То есть в некоторых есть реверы встроенные. То есть это ревибрация именно в самой моей карте. Она не на компьютере, она не где-то в лоджике. Это именно в самой карте есть маленький процессор, который генерирует эту ревибрацию. И опять же никакой задержки. То есть все слышно в реальном времени. Очень удобно, очень полезная функция. Далее у нас идет качество ЦАП и АЦП. Но это уже тоже больше относится к тем, кто работает очень много с записью. То есть если вы записываете какой-то материал, во-первых, нужно убедиться, что карта работает в повышенных дискретных частотах, то есть 96, например, килогерц, может даже 192, но 192 редко используется. Но 96 порой бывает очень полезно. Используют для записи, чтобы получилось более какое-то естественное звучание. Несмотря на то, что даже все потом переобразуется в 44 и 100, 96 иногда работает действительно так интересно. Особенно плагины, например, от Waves. Они очень многие заточены под работу в 96 килогерц. И некоторые делали тесты и говорят, что в 96 килогерц действительно сами плагины чуть-чуть более отзывчиво себя ведут, нежели на низких частотах дискретизации. Но это, в принципе, имеет некую логику, почему так происходит. Поэтому тоже нужно посмотреть. Это шумы, то есть шумы квантования. Естественно, есть и отчеты, но лучше смотреть отзывы профессионалов. Сильно заморачиваться на этом параметре я не советую, потому что все равно это не самое важное, с чем он будет сталкиваться. То есть гораздо важнее, например, удобство, там, встроенные эффекты и контрольная панель, нежели супер качественные ЦАПы. То есть вообще самые качественные ЦАПы и АЦП продаются всегда отдельно. То есть через них пропускается, оцифровывается сигнал и уже потом подключается к компьютеру. То есть через специальные устройства. Это все, что встроено, как бы, звуковые карты, как правило, это такой бюджетный вариант. Всегда. Даже несмотря на то, что они бывают и качественные недостаточно эти бюджетные варианты. Так что это надо понимать. И наличие фантомного питания. Это, опять же, если вы планируете работать с вокальными микрофонами или с инструментальными конденсаторными, которые требуют фантомного питания. То есть это 48 вольт. Вы наверняка видели на некоторых интерфейсах такую либо кнопку, либо рычажок. То есть, например, опять же, если взять вот эту карту Focusrite, здесь есть прям кнопка отдельно 48 вольт, которая подает питание на вот эти два входа. И вы можете подключить к ним вот эти конденсаторные микрофоны, к этим входам. То есть практически у всех карт есть эта функция, но у некоторых, конечно, ее нет. Такое может быть. И в таком случае у вас не получится просто работать с таким микрофоном. То есть вот здесь, например, честно говоря, эту карточку, с такой карточкой я ни разу не сталкивался. здесь вот что-то я не могу увидеть. А, вот, вот есть кнопка 48. Вот кнопка включения с 48 вольт. То есть здесь, в принципе, тоже есть эта функция. То есть вот на этой карте можно подключить микрофон и включить вот эту кнопку, и тем самым у вас будет фантомное питание. То есть тоже очень важная функция, если вы планируете работать с вокальным микрофоном. В принципе, это все. Все остальное это уже чисто ваши личные предпочтения, там цена, качество, может, совет каких-то ваших знакомых, или, может быть, стоит почитать на форумах. Но, так или иначе, вот эти 7 пунктов, на которые стоит обязательно обратить внимание и ответить для себя просто, что вам из этого реально понадобится, а что не понадобится, потому что не факт, что вам все это понадобится прямо в первые дни вашей работы. Вы можете всегда спокойно там год-полтора поработать на каком-то более бюджетном интерфейсе, и когда вы почувствуете, что вы уже его переросли, просто купить уровнем более профессиональным. То есть в этом нет ничего зазорного, ничего плохого. Не обязательно сразу покупать себе какой-то там супер-пупер этот интерфейс и на нем чего-то учиться и использовать там один процент его возможностей. Ну что, я думаю, здесь все понятно. Если остались какие-то вопросы, пишите также в комментарии под видео, я обязательно отвечу. С вами был Дмитрий Урсул, всем успехов и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok